В минувшие выходные дни на Уральской земле отмечалось торжество 30-летия со дня второго перенесения мощей святого праведного Симеона Верхотурского. В начале прошлого века, когда Свято-Николаевский монастырь в Верхотуре закрыли, мощи были изъяты из обители и долгое время скитались по музеям Свердловской области. Но вот в декабре 1989 года монастырь был передан Русской Церкви и в нем начала возрождаться духовная жизнь. Вернулись сюда и мощи святого Симеона после их второго обретения. 24 сентября 1992 года после божественной литургии в храме Всемилостивого Спаса, где временно находилась святыня, величественным крестным ходом ее пронесли по улицам Екатеринбурга, после чего повезли в Верхотуре. В газете «Вечерний Екатеринбург» это событие было описано такими словами. Ранний осенний вечер сменился густыми ночными сумерками, когда длинный кортеж машин въехал на улицы Верхотурья. Но в темноте не надо было искать дорогу к храму, потому что вдоль всего пути стояли люди с зажженными свечами. В тот памятный день братья обители с хоругвами и крестами встречала святыню под несмолкаемый перезвон колоколов. А священнослужители принесли мощи в храм под пение «Христос воскресе из мертвых». Пасхальные песнопения звучали и ныне в святой обители, куда прославить праведного Симеона Верхотурского приехали архипастыри, пастыри и многочисленные паломники. Сегодня очень важное событие, потому что есть такой Симеон Верхотурский, которого знают во всем мире. Я был в разных странах и в храмах, практически во всех старинных русских храмах, которые за границей, я встречал икону святого Симеона Верхотурского. И сам когда-то я очень знал такого святого, когда еще никогда не было в Верхотуре. В Верхотурске, Верхотурске, а где это? А вот мы сегодня здесь стоим в том месте, которое, может быть, не понимая, где это, но знает весь мир. В богослужении возглавили митрополит Екатеринбургский Верхотурский Евгений и сонным архипастырей, прибывших на празднование Симеоновских дней. Вспоминая жизнь святого праведника и события 30-летней давности, каждый из присутствующих славил святого и возносил к нему свои молитвы. И как нам не прославить того, кого прославил Христос в своем Отечестве? Как не прославить нам того, кто собирает многих людей, кто по молитвам своим к Богу совершает столько чудес? Как отметил архипастырь, святой Симеон помогает тому, кто обращается к нему с верою, а, получив просимое, прославляет Отца Небесного. По завершении праздничной литургии был совершен традиционный крестный ход вокруг Крестовоздвиженского собора Свято-Николаевского монастыря. И спаси у Христа, у Христа, вернее нам, волящим душевными соски, и моли, спаси души наша. После праздничного молитвенного шествия прозвучала стихира Пасхи, так же, как и в день перенесения мощей в 1992 году, победно звучал этот пасхальный гимн. В этот праздничный день Верхотурской обители отметил свое 50-летие со дня рождения глава митрополии Владыка Евгений. Митрополит ташкентский и узбекистанский Викентий поздравил Владыку и зачитал поздравления святейшего патриарха Кирилла. По благословению предстоятеля Русской Церкви, митрополит Евгений удостоен патриаршей награды – ордена преподобного Серафима Саровского. Примечательно, что вы родились именно в этот день, день праздника Симеона Верхотурского. И, может быть, это промыслительно, что Господь посудил вам быть на кафедре Екатеринбургской и Верхотурской, которая является под покровом этого великого святого нашей Церкви. Дай Бог, чтобы Он всегда вам покровительствовал во всем, даровал вам здравие, сил для дальнейших трудов во славу Божию и во славу нашей Церкви. От имени всех собравшихся архипастырей Владыку Евгения поздравил митрополит Челябинский и Мияский Алексий. Все мы знаем вас как доброго пастыря, мы знаем вас как отзывчивого человека, мы знаем вас как ответственного администратора, который не жалеет ни сил, ни здоровья, ни времени для того, чтобы достойно нести свое служение Церкви. Дорогой Владыка, от избытка сердца хотелось бы вновь и вновь восклицать вам многое и благое лето. В своем слове Владыка Евгений поблагодарил всех, кто приехал в эти дни празднования памяти святого Симеона в святую обитель и пожелал, чтобы каждый получил утешение, а также поблагодарил за молитвы. Без тех огоньков, возжженных свеч, которые вы возжигаете, когда молитесь, без них не может гореть огонь архипастырского служения в сердце тогда, когда нужно его совершать. В этот день Владыка Евгений вручил награды участникам того знаменательного события, которое произошло в 1992 году. По окончании праздничной литургии при освященной архипастыре высадили на территории Свято-Николаевского мужского монастыря аллею голубых елей в честь 30-летия второго перенесения мощей праведного Симеона Верхотурского. Редактор субтитров А.Семкин